Дорогие друзья, это Дмитрий Гасин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино. Говорит и показывает в Ападомах. И сегодня те, кто меня давно смотрят, знают, они убедятся, что я верен своим вкусам. Потому что я страшно люблю различные конструкции из бумаги и книжные элементы, которые позволяют обыграть как-то, собственно, фактуру, форм-фактор книги. Панорамки, поп-ап, то есть вот эти вот раскладывающиеся конструкции. Да, книги-игрушки, которые сделаны с различными прорезными элементами и так далее. Ну, нравится мне это, просто чисто по-человечески. У меня в детстве ничего этого не было. Советские книги-панорамы, а у меня такая была, там, ход в сапогах, да, они были очень просты, да, безыскусны, их было не так много, поскольку технологически это делать в те годы было довольно сложно. Сейчас, слава технологии, печатать можно сколь угодно, красочно и сочно. Делать из бумаги можно немыслимые вещи, например, то, что делает Роберт Сабуда, когда вот все это раскрывается и выпрыгивает буквально на тебя из книги, просто по объему превышая формат самой обложки, да. Это, конечно, потрясающе красиво, жутко интересно, да. Ну, и, в общем, совсем по-другому позволяет взглянуть на традиционный книжный формат с корешком, с переплетом, со всеми делами. Вот. Те, кто меня смотрят давно, также знают, что я очень люблю познавательную литературу, научно-популярные книги, не все из которых я могу понять до конца, поскольку я все-таки лирик, а не физик, да, то есть, ну, совсем не технарь и совсем не имею никаких знаний по точным наукам, и школьный-то курс с большим трудом. Но вот «Душа тянется», мне интересно что-то почитать. Я там с воодушевлением рассказываю о Хоукинге, да, о таких вот вещах, Метилу Каку тоже, у меня один рассказ был о книгах. Вот. Еще я очень люблю Мариса Эшера. Это такой график, который воплотил в своих литографиях, ксилографиях и рисунках сложнейшие математические задачи и теории, даже описания которых словесные, неформульные, я не могу понять вообще, поскольку математический аппарат тех явлений, которые из области симметрии, из области превращения, преобразования плоскостей и поверхностей, из области стереометрии, из области фактуры, математической структуры пространства, да, и различных математических парадоксов и задач, которые он воплощал в своих работах, да, я не могу даже словесное описание этих вещей понять, Потому что для этого нужно очень хорошее математическое образование. Сам Эшер не раз удивлялся, что математики так любят его картины, его гравюры, да, и его изображения. Постоянно вставляют математические книги, приглашают его на математический конгресс, где он не понимает ни единого слова. Потому что он-то все это видит, да, а они все это мыслят. То есть у них эта формула, цифра и так далее. Вот картины, конечно, Эшера я могу рассматривать бесконечно. И вот тут вдруг все это вместе соединилось в одной совершенно фантастической штуке. Уж на что я не люблю серийные изделия, скажем так. Вот принцип собери весь комплект, да, собери всю коллекцию. Он, конечно, придуман в аду, да, для того, чтобы вытянуть побольше денежек из покупателей. Но, 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 иногда это бывает как нельзя более кстати и очень удачно. Вот такая серия встретилась мне и я, в общем, с радостью сейчас начну вас знакомить по мере своих сил. Это волшебные грани. Это довольно уже обширный комплект, состоящий из вот таких вот тоненьких, недорогих папочек, да, в которых внутри, собственно, раскладка этих самых фигур, вот. А также различные пояснения, да, историческая информация и так далее. Речь идет о многогранниках, речь идет о фигурах самых разных, от платоновских тел до современных сложных фигур, которые очень сложно склеить, да, потому что на каждой папочке обозначен уровень сложности, вот. Есть стартовый, есть профи и так далее. Это, конечно, не просто для развития пространственного воображения, сделано, как вот здесь написано, с гордостью. Это вещь, которая, во-первых, абсолютно нужна на уроках стереометрии, то есть, когда раздел геометрии переходит из плоскости в пространство, да, там начинаются сложности у самых талантливых, математически одаренных детей, но не наделенных визуальным воображением, поскольку визуализация всех этих вещей – это очень сложное дело. Ею занялось человечество очень давно. Еще раз говорю, все пошло от Платона. Вот у меня в руках номер 12, да, где в комплекте все платоновские тела идут. Вот так вот выглядят сами раскладки. Берите терпение, я сейчас покажу, что получается в результате. Вы ахнете. Вот так вот выглядят раскладки, да, цветные грани, видите, маленькие пояснения на полях, что, как клеить, да. Обычный клей ПВА, все уже прорезано, то есть, это прорезная бумага, значит, все элементы легко из нее извлекаются, да, и, соответственно, без участия ножниц склеиваются так, как нужно. Здесь есть еще небольшие инструкции. Этот инструктаж поможет вам понять, что внутри, какие габариты у фигур, которые внутри, да, как они выглядят, вот, ну и анонсы других выпусков. А вот внутри самое интересное. Дело в том, что речь идет не просто о моделях какой-либо техники, строений или животных, которые склеиваются из бумаги. Это все прекрасно развивает пространственное воображение, как здесь написано, прекрасно развивает все, что угодно, да, усидчивость, терпение, вкус хороший, но нисколько не развивает математические способности. А здесь многогранники, то самое, что присутствует везде, просто мы об этом редко задумываемся. Различные кристаллы, это раз. Различные вирусы, молекулы и различный нематериальный мир, упакованный именно в такие формы, это два. Различные математические парадоксы, задачи и тела, которые выглядят на бумаге, как длинные строчки формул, вот собранные в виде бумажной модели, очаровательные, совершенно красивые, да, это три. И вот мне очень понравилась эта серия тем, что она не просто работу рукам и клею дает, да, а прежде всего работу голове. Посмотрите, целый разворот, называется философия Платона. Речь идет вот об этих платоновских телах, да. Здесь приведены довольно большие выдержки, довольно большие для популярного издания, которое стремится развлечь, да, и вот не отягощать, не обременять, значит, ум ничем подобным. Выдержки из сочинений Платона с краткими пояснениями, что это за платоновские тела, почему называются они так, вот, и каковы их математические закономерности. Вот о математике довольно простенько, довольно аккуратно. Больше материалов вы найдете на сайте, значит, этих волшебных граней, потому что математический аппарат, еще раз говорю, невероятно сложен, может быть, и при помощи вот этих фигурок можно ставить такие задачи и говорить о таких закономерностях математических, которые я даже представить себе не могу, потому что у меня нет никакого специального образования, и, в общем-то, я спал на уроках математики в старших классах в основном. Вот, значит, выпусков этих волшебных граней очень много. Они все разного размера, они все разной сложности. К каждому выпуску дается вот такой разворот различных сведений, исторических, математических, геометрических, да, «Не знающим геометрией вход запрещен». Это было написано над входом в Платоновскую академию. И эта фраза не дает мне спать спокойно и постоянно напоминает мне о том, что многое мной упущено, да, и хоть сейчас вот я могу что-то там в качестве развлечения восполнить, да. Вот такие грани. А теперь самое интересное, что же у нас получается, да, из таких вот проездных конструкций. Знакомьтесь, да, это большой иксаэдер. Это не просто здорово, товарищи, это офигительно. Это просто клеится, понимаете, совсем недолго, да. Делать это сложно, надо проявить терпение, там несколько листов прорезанных, да, правильно соединить, да. Но полученный результат, он визуализирует, еще раз говорю, настолько сложную поверхность, что представить ее себе в воображении я не знаю, кто может. Только опытный геометр, да, или ученый. Вот, а посмотрите, какая замечательная штука. Все грани разноцветные, поэтому можно отчетливо увидеть, какие поверхности как выглядят. Вот такой вот большой иксаэдер, да. Это не все. Сейчас покажу еще одну. Малый, модель многогранника. До декаэдер, да. Ну, соответственно, до дека, да, это все греческие корни. Смотрите. Опять же, все грани разноцветные. Видно, как эта штука устроена, да. И визуализировать такую штуку, представить себе воображение, для вычисления площадей, поверхностей, объемов, для вычисления их соотношений, для вычисления различных других математических закономерностей, представить себе это наглядно очень сложно. По-моему, это потрясающе. Выглядит, как новогодняя игрушка, но на самом деле, вот эти штуки, должным образом собранные, да, а там, вот у меня есть комплект номер 12, допустим, да, в общем, их много очень, этих комплектов, и некоторые из них, как тот, который я показывал с платоновскими телами, содержат несколько таких вот штук, да, значит, многогранников. Это, конечно, прекрасное украшение для абсолютно любого кабинета математики, для абсолютно любого кабинета физики или помещения, где занимаются кружки, да. Это прекрасное пособие для любого рисовальщика, кто хочет себя проявить на том поприще, да, сложном, но интересном, где снискал славу Морриса Шер, да, кто хочет заниматься именно и зрительными иллюзиями, математическими парадоксами, воплощенными в формуле. И, конечно, такая штука является не просто красивой игрушкой из бумаги, да, а является очень познавательной вещью, потому что если вы с детьми будете заниматься по этим волшебным граням, да, то я уверен, что гораздо легче пойдет стереометрия, я уверен, что лучше будет запоминаться формула, и я уверен, что, в принципе, помимо навыков вот этого терпеливого склеивания, выпиливания, вырезания, выжигания, чем мы там еще занимались, да, будет развиваться самый важный орган нашего организма, да, ум, важнее которого нету ничего. Вот, смотрите, какие волшебные штуки. Называются они «Многогранники», «Волшебные грани», да, издательство так и называется, и сайт их называется «Многогранники». Вот, их много выпусков, и это тот случай, когда я делаю исключение из своей нелюбви к серийному производству, да. Это вот фантастически здорово придумано, очень, на мой взгляд, удачно реализовано. В общем, берите, пользуйтесь, наслаждайтесь, и не только те, кто занимается математикой, да, но и те, кто просто хотят сделать что-то дома красивое и умное своими руками. Вот, благо, что здесь есть куча информации по этому поводу и куча возможностей. Спасибо за внимание, «Многогранники».